Мы делаем вот такой вертеп, цвет чистый, белый. Добавляем красный цвет, это та кровь, которую он пролил за имя нашего спасения. Долгоиграющая зелень канадской ели, из которой сформировали купол вертепа вокруг алтарной иконы, сулит вечную жизнь душе. 20 лет флорист Татьяна Ванчкова главным христианским праздником украшает своды старинного храма Иоанна Предтечи. И следует строгим канонам. Розы, один из символов Богородицы, скрутили из подсушенной корки апельсина. А ученики местной воскресной школы склеили ангельский хор, который на все лады славит рождение Спасителя. Наш отец-настоятель очень переживает о том, чтобы было красиво оформлено, чтобы это не мешало людям молиться. Это очень важно. Когда очень красиво люди смотрят на потолок, на все, и в том числе на красивое оформление, и от молитвы маленько в другую сторону уходят. Но Рождество – это еще и особенное состояние души. Чтобы верующие смогли прийти в храм безопасно во время пандемии, священники отслужат две праздничные литургии. Кроме того, посетить церковь можно в любой святочный день, но нужно надеть маску. Очень важно примириться с родными и близкими, очень важно с собой примириться, себя простить. И у Господа попросить прощения, попросить поблагодарить за жизнь, попросить прощения, попросить помощи. В первую очередь, это духовных даров, вера, надежда, любви, а потом уже просить благословения на свою жизнь. Вообще вертеп много вызывает вопросов, но самое главное, что он всегда им напоминает о том, что такое Рождество. Когда у ребенка спрашивают, что такое Рождество, он видит уже перед собой вертеп, он сразу понимает, что редко кто скажет, что это Новый год. А чаще всего дети вспоминают про то, что действительно был Иисус Христос, и как-то с этим связан праздник, как раз с рождением Христа. А эта вифриемская звезда горит уже не в храме, а в музее-усадьбе Юдина. Здесь каждый может совершить путешествие во времени и почувствовать дух Рождества в том виде, в котором его праздновали до революции. Елка была главным подарком для детей, и как раз таки вот все, что на елочке раньше висело, дети могли в конце праздников разворовать. То есть можно было собрать все, что там есть, все вот эти яблочки, крендельки, ну как раз вот у нас здесь есть на елочке и крендельки настоящие, и яблочки здесь есть, у нас и конфеты, разумеется. Другим съедобным украшением были золоченые орехи. Правда, трапезу с елочными игрушками здесь сейчас не предлагают, но можно окунуться в мир святочных развлечений и поиграть в фанты, как это делали в дворянских семьях. У храма Иоанна Притечи в этом году вертеп решили не мастерить. Вместо него ледовых дел мастер по имени Люба вырезает ангела. Он засияет в ночь на 7 января и возвестит всех о празднике. Клавдий Тельмахович, Павел Пателицын, Енисей, Новости. Продолжение следует...